Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим фэрум. Это главная награда июльского батл пасса и уже на ютюб начали выкладывать видео другие авторы. Но мне честно говоря, после просмотра данных видео стало как-то грустно на душе по одной простой причине, потому что все они одноголосно рассматривают машины из батл пассов исключительно как либо источник заработка, либо источник заработка голды. Почему он сказал два раза? Потому что либо источник заработка серебра и все горланят по поводу того, что эти машины не фармят, ну а другие ребята рассказывают по поводу того, что лучше всего эту машину продать для того, чтобы получить всего лишь, ребят, 500 золотых монет. Я не считаю, что так оно и должно быть и грустно мне становится, ребят, от того, что все-таки как-то все в большинстве своем перестали рассматривать данную игру как источник фана, веселья и радости. Все рассматривают ее как необходимость запотеть ради каких-то цифр. Ребят, меняйте свои подходы, меняйте свои взгляды и если вы со мной солидарны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Поверьте мне, ни серебро, ни голда, ни что-либо другое не сравнится с непередаваемыми приятными ощущениями, и которые порой можно получить. И я хочу разобраться, Феррум может дать эти ощущения или нет. Если машина приятных ощущений от боев не дает, то понятное дело, что смысла держать ее в ангаре нет. Но возможно Феррум, он может все-таки предоставить какой-никакой фан и веселье. Время сведения и разброс мы обязательно с вами засудим непосредственно в самом бою. Почему именно засудим? Да потому что здесь цифры, ну просто огромные, как для своего шестого уровня, и мне почему-то кажется, что ничего приятного от этого не будет. Время перезарядки ему улучшили, соответственно поднялся ДПМ, и средняя бронепробиваемость в 145 единиц будет давать свои результаты, я больше чем в этом уверен. Хотя хотелось бы безусловно чутка побольше. Есть урон в 220 единиц и хорошие углы склонения, в принципе как для тяжелого танка. Да, ему порезали броню, и поэтому я у себя в оборудовании поставил на улучшение хпшки на 72 единицы, потому что посчитал, что от этого будет больше толку. Ну что, друзья, отправляемся в бой, ну а параллельно с тем я хотел бы высказать огромную благодарность Володе, который стал первым официальным спонсором моего канала. Володь, спасибо тебе большое, мне это очень приятно. Ребят, если вы хотите помочь развиваться каналу, если у вас есть такая возможность, обязательно становитесь спонсорами канала, вы можете поддержать донатами через ссылочки, которые есть в описании. Ну а главное, ребят, если вы не имеете финансовой возможности, то вы всегда можете подписаться на канал, поставить лайк видео, обязательно оставить комментарий под этим видео и под всеми другими видео, которые будете смотреть, и таким образом тоже сделать свой вклад в развитие моего начинания, в развитие моей мечты. А я хочу создать канал с абсолютно нестандартными подходами к игре. Почему нестандартными? Потому что на сегодняшний день, как я уже сказал, стандарт сводится к одному. Машина должна давать какую-то средуху, вы должны получать определенное количество побед, вы должны гоняться за цифрами своей статистики, и я хочу, чтобы вы этим всем не кормились на моем канале. На моем канале обсуждаем танки с целью того, чтобы понимать, будете вы получать от этого удовольствие или не будете. Вот это самое главное. И если машина вас расстраивает, она вам не нужна. Даже если она потенциально может вам принести горы серебра и какие-то прибавки к вашей статистике. Что касательно вот этого товарища. Едет абсолютно нормально, абсолютно приятно. Нормальный тяжелый танк. Кто играл на дзюну, если я не ошибаюсь, именно так надо произносить его название, то мало чем в отношении передвижения по карте. Отличается я, по крайней мере, разницы не вижу абсолютно никакой. Умудрился сейчас сушку не пробить. Вот это действительно уникальная уникальность. Ну а теперь давайте попытаемся подъехать и все-таки закинуть. Время сведения. Крайне-крайне некомфортно, ребят. С непривычки играется очень сложно. Не могу сказать, что проходная версия меня радовала. Что касается данной машины, пока у меня ощущение двоякое. С одной стороны, мне нравится то, что данная машина внешне абсолютно не похожа ни на кого в этой игре. И мне это заходит. Она не выглядит по-дурацки. Она не вызывает какого-то отвращения с перебором каких-то эффектов. Но вот то, что я сейчас делаю уже, по моим подсчетам, четвертый выстрел без нанесения урона кому-либо, вот это меня действительно очень сильно смущает. Не нравится мне такой игровой процесс. Пятый выстрел без попадания даже. Это реально бред какой-то. Либо вообще полностью сводиться нужно, либо я не знаю, что необходимо для того, чтобы реализовать данное орудие. Пока, как я говорю, ощущение крайне смешанное. Если бы не уникальный внешний вид, то я бы сказал, что здесь вообще прям ни о чем. Но, ребят, о чем-то здесь есть, безусловно. Но 6, 6 выстрелов без какого-либо результата. Мне кажется, что меня заказали какой-то бабке-шептушке, которая на меня какое-то проклятие наложила, что ли. Ну дай мне выстрел, в конце концов. 230. Вау. Под конец боя 230 единиц. Это действительно круто. Голдовый снаряд. Помогай. Без пробития. Супер. 8 выстрелов, 1 с уроном. Реально жесть, ребят. Вот сейчас у меня немножко настроение начинает падать. Когда я начинал снимать данное видео, я все делаю с первого дубля. Я как-то был, ну, воодушевлен, что ли. Был в каком-то ожидании чуда. Не знаю. Пока чудо ко мне не приходит. Сейчас посмотрим, что будет дальше происходить. Так, брони у нас нет. Этот товарищ умеет наносить урон. Ну, ромбом, не ромбом, в принципе, толку вообще никакого нет. Откровенно говоря, зашло, в принципе, абсолютно спокойно, как нож в мягкое масло. Так. Углы склонения. Да. Прямо скажем, не в нашу пользу. 600 единиц урона, я думаю, что этот парень накинуть не может. Поэтому особо подставляться желания у меня нет. Ну, давай. Давай тогда уже подразним друг друга. Супер. Жаль, конечно, что без пробития, но есть в этом и хорошая сторона медали. А именно то, что данная машина является не сильно поворотливой. И что самое классное, время перезарядки тоже не в пользу данной машинки. Так, осталась одна ПТХа. Титан вообще красавчик с одной единицей ХПшки. Это действительно прикольно. Против нас товарищ, который за один выстрел нас однозначно не вынесет. И я очень сильно надеюсь, что у него нет большого количества ХП в запасе. А значит, в принципе, шансы у нас есть. Плюс к тому, мы идем по очкам вперед. Короче говоря, пока вроде бы все в нашу пользу. Парень вообще ничем не заряжен. Никакой ХП. Ехать вперед пока не имею никакого желания. Там дальше либо они сами разберутся, либо я захвачу точку. Ну и тогда уже приеду добирать товарища, если Титана он все-таки разберет. Нет, не разобрал Титана. Титан фартовый оказался. Смотрим на результаты. Хотя я больше чем уверен, что особо здесь смотреть нечего. Потому что в целом в этом бою я вообще не понял, что происходило. То ли разработчики меня не взлюбили после моего обзора на концепта 1Б, которого выставили на продажу сейчас. Кстати, зайдите, посмотрите. Особенно скептики, которые рассказывают мне по поводу того, что я продался в ВГ за пресс-аккаунт и рекламлю все, что только возможно. Что касается результативности. Ну, есть, слава богу, в плюс, а не в минус. Третье место в команде по урону. На удивление, с учетом того, что я огромное количество раз промазал. Теперь давайте предположим, что все это количество раз я бы в кого-нибудь все-таки попал. Ну, короче, тогда потенциально эта машина действительно годная. Обязательно заходим еще в одну каточку. Ну, просто потому что данная катка для меня абсолютно не стала познавательной ни в коем образе. И, соответственно, ребят, мне бы все-таки хотелось вкусить Феррума получше. Ну, и, соответственно, вам его показать таким, какой он есть на самом деле. Пока мы заходим с вами в бой, ребят, приглашаю всех к себе в Инстаграм. Там, где я зарегистрировал себе аккаунт. Заходите, там будут публиковаться новости, видео. Короче говоря, огромное количество информации. Плюс к тому, ребят, обязательно посетите мой дискорд-сервер, на котором вы можете пообщаться с другими танкистами, поделиться своими результатами, похвастаться ими, познакомиться с новыми людьми. Вы можете ознакомиться с новостями игры, которые там публикуются, как только появляются в официальных источниках. И это правдивые новости без какой-то фальши. И вы можете ознакомиться с новостями канала. Там публикуется информация о выходе новых видео и не только. Плюс к тому, там будут розыгрыши, там есть свободный чат. Короче говоря, ребят, заходите, там огромное количество всего. Зайдите, попробуйте, я больше, чем уверен, что вам понравится. Ну и обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я стараюсь для вас и ваш вклад в развитие канала мне будет крайне приятен. Итак, ребят, помня о том, что у нас не сильно все бодро с углами склонения орудия, особенно на каких-то жестких неровностях. Не буду никуда сейчас выпячиваться. Сейчас подождем, пока красные рассосутся немножко по карте. Ну а вот теперь уже будем потихоньку продвигаться вперед, так, чтобы не попасть в засвет прям с первой секунды. Итак, выстрел. Да ну что ж такое-то, а? Феррум, ты гонишь, что ли? Что это происходит вообще? Каким это образом происходит? Но теперь-то точно с уроном. 251 урона раз. Время перезарядки действительно приятное. Сейчас должно быть 250 единиц урона 2, потому что он явно оттуда не отъезжал. Ну что, попытаемся проскочить. Не знаю, чем для меня это сейчас закончится. 200 единиц в плюсе. Здесь у нас товарищ пират, который сейчас отхватит, отвернулся на удивление. Еще 200 единиц. Я думаю, что в принципе уже где-то под косарик мы потихоньку подходим. Вот сейчас точно в косарь зайдем. Блин, добрали. Не знаю, ребят, скажу откровенно, мне нравится. Вот серьезно, нравится. Нравится то, что играется в принципе легко. Да, есть немножко вот этот вот момент непонятки в отношении того, каким таким образом мои снаряды уходят неизвестно куда. Такая как бы была проблема, но по крайней мере в этом бою уже немножечко получше, как ни крути. Так, ну что, кто кого? Я думаю, что все-таки я. Ну, добрали, но я уверен, что я бы смог это сделать самостоятельно. Ну что, поехали. А, вот ты где. Точность орудия. Слушайте, ну орудие на дальнем расстоянии действительно точное. Если свестись абсолютно полностью, если свестись нормально, если не психовать, как это было у меня в первом бою, то в принципе, ребят, получается довольно-таки даже неплохо. Я, по крайней мере, от этого боя получил истинное удовольствие. Да, это шестой левел. Да, я не зарабатываю серебро. Но я играю на машине, которая отличается от всех остальных, это раз. Во-вторых, я даю результаты. Я поддерживаю команду своим уроном. Я выжил. Причем, я уверен, что у меня бы это получилось и в первом бою. Ну и что касается... Что касается результативности по фарму, кой все-таки является интересен многим, то 19 тысяч. Это далеко не фармер. Но, ребят, как я говорил, машина потенциально может вполне спокойно занимать первые места в своей команде по урону. Но это действительно очень приятно. Да, стоит отметить косость орудия без полного сведения. Правда есть правда. Из песни мы слова никогда не выбрасываем. Из своих обзоров я никогда ничего не вырезаю. Но факт остается фактом. Данная машина, ребят, она все-таки способна доставлять удовольствие. Да, пускай и не настолько большое удовольствие, как многие другие машины, как Крушитель, как Могильщик, Франкенштанг и так далее. Я говорю о нестандартных машинах в нашей игре. Но все же, ребят, этот товарищ, он все-таки должен остаться в вашем ангаре. Если вы приобретете себе особый пропуск, и не надо его продавать за 500 голды, это невыгодно абсолютно. Это 10 дней просмотра рекламы. По большому счету, ребят. Теперь, что касается того, кому он нужен. Да нужен только тем ребятам, которые все равно купят себе данные особые пропуски. Это, в принципе, само собой разумеющееся. Вы никогда в особых пропусках, точнее в батл пассах, с особыми пропусками не найдете себе каких-то прям суперкрутых машин. Это всегда будут перерисованные машины с кого-то из нашей игры, из игры с проходных тачек. Поэтому рассчитывать на что-то уникальное не приходится. Приходится рассчитывать только на уникальность внешнего вида, который, прямо скажем, но не всегда является хорошим, красивым и идеальным. Некоторые машины действительно смущают своим внешним видом. Ну, а некоторые, ну, как, допустим, тот же самый Рудольф, реально вымораживают своим внешним видом. Поэтому, друзья мои, данная машина, она все-таки способна доставлять удовольствие. И все-таки не совсем правы те ребята, которые снимали обзоры на Феррума и говорили, что он ни на что не годен. Он годен, он прикольный, он достоин того, чтобы оставаться в ваших ангарах. Понятное дело, что, как я уже сказал, приобретут себе его и так те ребята, которые покупают особые пропуска. И, кстати, ребят, особый пропуск, это для донатеров очень даже-таки неплохая идея, потому что здесь вы получаете действительно огромное количество всякого рода игровых ценностей. Вы получаете голду, серебро, бустеры и многое-многое другое. И, в принципе, суммарно по довольно неплохой цене. Вот такой вот он Феррум, вот такой вот он главный герой июльского батлпасса. Покупать или не покупать особый пропуск, здесь уже все зависит от вашего кармана. Ну а если уже купите, то оставлять или не оставлять, здесь, опять-таки, тоже решать вам. Но я для себя принял решение, что я его продавать не буду. Машина действительно нестандартная, прикольная, интересная и довольно-таки годная на своем шестом уровне. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.